Пожар в Кимеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64-х человек. Многие из них женщины и дети. Родственники погибших винят случившимся владельцев здания. Противопожарная система не работала, а эвакуационные выходы были закрыты. Давайте проверим, насколько безопасно находиться в Ивановских торговых центрах. И вот сразу на стене мы видим извещение о том, что нужно сделать при пожаре, куда звонить. Номер 112. Сейчас мы попробуем найти эвакуационные выходы, проверим наличие противопожарной системы. И вот на уровне второго этажа мы видим зеленую стрелку, показывающую, вероятно, эвакуационный выход. Давайте проверим, он открыт. Да, действительно, выход открыт. Вот по периметру магазинов есть система пожаротушения, расположенная достаточно близко. Система оповещения о пожаре. Все есть. И вот, прямо над огнетушителем мы нашли схему пожарной эвакуации. Давайте посмотрим. Да, конечно, во время пожара вряд ли в ней можно разобраться. Не знаю, для чего это сделано. Наверное, для надзорных органов. Вот еще один выход. Наверное, он тоже открыт. Но сейчас мы попробуем выйти не обратно в торговый центр, а на улицу. Надо помнить, что не каждый выход эвакуационный мы не смогли через него выйти на улицу. Не знаю даже, куда бежать в случае пожара. Вот, пожалуй, самое опасное место в торговом центре. Это мебельные магазины. Во-первых, пройти здесь можно с трудом. Какой-то лабиринт. А во-вторых, если здесь что-то загорится, то вспыхнет, пожалуй, все. Пока я не встретил ни одного указателя об эвакуационных выходах. Но вот здесь есть, как видите, система пожаротушения. Наверное, они должны сработать в случае чего. На третьем уровне находится кинотеатр. Работает он и после закрытия торгового центра. Поэтому многие знают, как отсюда выйти. Нужно совсем немного пройти. Вот здесь выход. И, скорее всего, он открыт. А теперь отсюда выходим на улицу. Не знаю, сколько в этом торговом центре эвакуационных выходов. Я нашел, ну, буквально, наверное, 3-4. Все они открыты. Сейчас мы отправимся в еще один торговый центр города. Проверим, там безопасность. Я думаю, что люди уже... Сейчас мы отправимся в еще один торговый центр города. Проверим, есть ли там запасные выходы, все ли работает. Я думаю, что администрация уже об этом позаботилась. И мы выберемся. Ну что ж, а это еще один торговый центр на набережной. Сейчас мы посмотрим, все ли в порядке с противопожарной безопасностью в нем. Кстати, забыл вам объяснить, почему мы сегодня снимаем на телефон. Потому что обычно во время съемок мы договариваемся с администрацией торгового центра, чтобы они нас пустили, разрешили нам съемки. В этом случае мы хотим посмотреть, как оно есть на самом деле. Сейчас мы с вами поднимемся на второй уровень, немного походим и попробуем выбраться, найти указатели и эвакуационные выходы. Здесь также есть система пожаротушения. Вот такая кнопка. При пожаре нужно разбить и, видимо, по этому телефону позвонить. Здесь есть инструкция для этого. Вроде все понятно. А вот зеленая табличка «Выход». Но что-то мне подсказывает, что дверь заперта, не открывается. Существует такая возможность, что придется выбираться прямо с парковки. Так, как ориентироваться здесь. Давай сейчас будем следовать зеленым стрелочкам, которые нам должны указать выход. Посмотрите, какая красота. Судя по всему, вот там эвакуационный выход. Но, во-первых, здесь цепь. Мы не пойдем туда. Но, кажется, там дверь открыта. Написано «Служебное помещение». И все заставлено техникой для уборки. Ну что ж, давайте искать другой выход. Мы с вами все-таки постараемся найти отсюда выход. Но, как мы уже помним, на лифте. Вот лифт. Лифтом мы воспользоваться не можем, потому что во время пожаропользования лифтом запрещено. Вот мы немного прошли. И вот еще одна зеленая стрелка. Она указывает нам путь. Что же у нас там? Пойдемте. Вот еще один выход. Вот, может быть, он нам нужен. Нет, тут магнитный замок. Возможно, во время пожара он откроет двери. Возможно, и нет. А вот целый набор для тушения. Правда, никаких инструкций здесь нет. Так что вряд ли им сможет воспользоваться человек без подготовки. Но вот смотрите, что примечательно. Здесь есть набор для тушения. Пойдемте дальше. Нам нужно пройти не менее 15 метров, я думаю, чтобы найти следующую необходимую при пожаре вещь. Это песок. Давайте проверим, есть ли здесь форсунки для тушения пожара. Да, кажется. Вот. Вот одна из форсунок. Не знаю, насколько хорошо видно, наверное, не очень. Но что-то мы отвлеклись от нашей главной задачи. Мы ищем эвакуационный выход. И стрелочки нам показывают, что он прямо. Эвакуационный выход номер 3. И двери закрыты. Здесь тоже магнитный замок. Возможно, он действительно срабатывает только в экстренных случаях. Еще одна парковка торгового центра расположена на четвертом этаже. Сейчас мы на втором. Сейчас мы доедем до четвертого этажа. Кстати, напомню, в Кемерове пожар начался именно на четвертом этаже. Давайте попробуем выбраться отсюда. Вот. Прямо у лифта эвакуационный выход. Он, судя по всему, тоже закрыт. Не выйти. Кстати говоря, здесь песок. И необходимые инструменты для тушения находятся рядом. Никуда бегать не нужно. Почему там они находятся на расстоянии 15 метров, непонятно. По некоторой информации, пожар в Кемерове начался в детском развлекательном центре на четвертом этаже. Давайте попробуем выбраться отсюда. Вот заветная табличка выход. Здесь достаточное количество форсунок. А вот эвакуационный выход. И он открыт. Удивительно. Это первый выход, который открыт. Ну, куда идти дальше, непонятно. Я не знаю, куда идти дальше. Мы прошли уже достаточно много. Но ни одного указателя зеленого я не вижу. Вот мы нашли первую зеленую стрелку. Куда она ведет? Давайте узнаем. Сотрудники торгового центра увидели, как я пытаюсь открыть эвакуационный выход. Вот сказали мне, что дверь автоматическая, она откроется в случае чего. Предупредили меня. Вот хочется отметить, что на потолке достаточное количество форсунок для тушения пожара. Есть система оповещения. Трагедия в Кемерово еще раз показала, что безопасность должна быть превыше всего. Максим Серебряков, РТВ Иваново.